Здравствуйте, друзья! В этом видео хотелось бы познакомить вас с новой панелью оператора OVEN WP110. Веб-панель оператора WP110 позволяет удобно работать с контроллерами, в которые включен сервер веб-визуализации, такими как OVEN PLK210, SPK1XX и PLK110 со средой исполнения мастер-скады 4D. Использование WP110 в связке с этими контроллерами позволяет разрабатывать управляющие алгоритмы и человеко-машинный интерфейс в одной среде программирования, например, кодесис версии 3.5. Это позволяет значительно сэкономить время на создание и отладку проекта, так как не потребуется изучать различные ПО, одно для создания алгоритмов, а другое для работы с панелями оператора. Также не потребуется тратить время на настройку и отладку обмена между PLK и панелью. Давайте для начала посмотрим комплект поставки. В коробке вы найдете саму панель оператора, набор документации к ней – это паспорт устройства и краткое руководство по эксплуатации, набор крепежа – как для крепления в щит, так и для системы веса, и два аккумулятора, которые позволяют некоторое время работать в панели без подключения к сети питания. Также в комплекте с крепежом вы можете найти пластиковый шток. С помощью него удобно нажимать сервисную кнопку «Ресет». Веб-панель OVEN WP110 по сути представляет из себя браузер. В качестве источника визуализации может служить веб-сервер контроллера или любые веб-страницы, например, страницы облачного сервиса OVEN Cloud. Переключение между источниками осуществляется с помощью специальных кнопок на экране, о которых мы поговорим в следующих видео. Мы еще раз подчеркиваем, что панель выполняет только одну функцию – это отображение визуализации. Поэтому в той системе, где вы хотите ее использовать, должен быть ПЛК с веб-сервером или любой другой веб-сервер визуализации. Если требуется реализовать человеко-машинный интерфейс для устройств без веб-сервера, то следует использовать панель оператора OVEN SP3XX. Панель WP110 выполнена на базе процессора ARM Cortex-A7 с частотой 1300 МГц и графическим ускорителем ARM Mali-400. Содержит 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти. Экран у панели сенсорный, емкостного типа, с IPS-матрицей диагональю 10 дюймов. Поддерживается разрешение 1280 на 800 точек и 16 миллионов цветов. Также в этой панели поддержана технология Multi-Touch, что позволяет обрабатывать до 10 одновременных касаний. Для питания панели может использоваться широкий диапазон питающего напряжения от 10 до 48 вольт. Встроенный аккумулятор позволяет производить отладку панели без подключения блока питания. Обратите внимание, что перед включением панели аккумуляторы должны быть установлены, то есть без них панель не будет работать даже при подключенном внешнем источнике питания. Подробные технические характеристики устройства вы можете посмотреть на нашем сайте. Для связи с источником визуализации панель имеет три интерфейса – Ethernet, Wi-Fi и 3G. Активный интерфейс выбирается пользователем в сервисном меню. Повторюсь, об этом мы еще будем говорить в одном из следующих видео. Хотелось бы отметить, что эти интерфейсы не могут применяться для опроса устройств, например, по протоколам от BASTCP. Даже если вы подключите все три интерфейса, одновременно будет активным только один из них, в порядке приоритета. В первую очередь используется интерфейс Ethernet, затем Wi-Fi и в последнюю очередь 3G. Также у WP110 есть два порта USB-A для подключения клавиатуры и мыши. В следующем видео мы подробно поговорим о настройке веб-панели и покажем ее подключение к контроллеру. А пока на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!